МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь позвольте поприветствовать тех, кто в этом зале. Добрый вечер всем, кто пришел и кто стал уже постоянным участником всех наших программ. И надеюсь, что ваши ответы на те несколько вопросов, которые сегодня прозвучат, помогут нашим зрителям войти в тему и, конечно же, получить некоторое мнение о том, что такое... Давайте поговорим об ответственности. Что такое ответственность? Скажите, пожалуйста, вам в жизни ответственное что-нибудь поручали? Конечно. Как чувствовали себя, когда вы понимали, что задание очень ответственное? Нельзя подвести, надо выполнить. Любой ценой? Конечно. Сложно было? По-всякому бывало. Но если и трудно, все равно надо сделать. Коль доверили, значит, нужно сделать. Спасибо. Если себя уважаешь, должен выполнить. Если уважаешь себя, должен выполнить. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот когда кто-то поручал вам, это одно дело, а вот вам приходилось кому-нибудь поручать что-либо? Да, частенько. А скажите, вот поручая другим, скажем, прошло время, вы приходите и смотрите, ну не выполнили. Какие чувства? Сожаления. А действия? По-разному бывает. И огорчаясь, и гневаясь. Ну и по полной программе бывает, да? Конечно, бывает, да. И как тогда себя чувствовали те? Ну, как те не знаю. Это же другой вопрос, правда? Как те не знаю, да. А вот сам себя как чувствуешь? Ну, думаешь, ну вот это христианин. Угу. Замечательно, замечательно. А хочу спросить, давайте вас спрошу. Скажите, как вы считаете, кто более ответственен к ответственным заданиям, молодые или те, кто постарше? Духовные. Духовные. То есть возраст? Не имеет значения. Я считаю, что духовный, посвященный христианин, он любое дело выполнит ответственно. Неважно, какого он возраста. Хорошо. Вот я чуть дальше пройду сразу, чтобы вот здесь двое мужчин сидят. Как вы считаете, один постарше, другой помоложе? Сначала помоложе спросим. Кто может более ответственно выполнять ответственные задания? Те, кто постарше или те, кто помоложе? Что молодые люди думают? Не знаю, может быть, те, кто постарше. Те, кто постарше. Ну, а вы, кто постарше, что скажете? Ну, мы тот, который относится ответственно к этому поручению. Тот и выполнит ответственно это. Интересный ответ. Интересный ответ. И мы продолжаем размышлять об ответственности, которая есть. Скажите, пожалуйста, Бог какую-то особую ответственность христианам в целом и адвентистам в частности поручил? Конечно, поручил. А что вы думаете, Бог ответственное вот нам с вами поручил? Как вы считаете? Ну, если он меня очень любит, то я должна как-то об этом сказать тем, кто рядом. Показать. То есть, мои отношения с Богом, они должны не только быть где-то во мне. То есть, это кто-то должен видеть? Хорошо, хорошо. Можно вас спросить? Скажите, вот считаете ли вы, что Бог поручил христианам какую-то ответственность? И если да, то какую он адвентистам поручил? Нести весь Евангелие в мир. Нести весь спасение. Я думаю, это очень хороший ответ. И я надеюсь, что наши зрители согласны с этим ответом. Каждому из нас Господь поручает какое-то ответственное поручение. Мы ответственны перед жизнью, перед обществом, перед Богом. А вести спасения мы говорим сегодня вечером. О вести, которую Бог поручил Церкви Божьей, Церкви, живущей накануне Второго пришествия Христа. Но перед тем, как мы услышим библейский ответ на вопрос, что поручил нам Бог, мы услышим песню. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Украина моя, Украина моя. В одной из современных притч рассказывается об одном богатом человеке. Он построил себе большой дом. В общем-то, это был настоящий дворец. На берегу озера, с белой яхтой у причала. Позвал друзей своих на новоселье. И приехали они на шикарных автомобилях. И подъезжая, встречали их. И они, восторженные увиденной картиной, гуляли по лужайке, побывали на яхте. Даже небольшая картинная галерея была в этом новом доме-дворце. Причем большинство картин на библейскую тематику, потому что хозяин считал себя неким знатоком Библии. Ну вот наступил вечер, и гости собрались на званный ужин. Они с достоинством оценили, конечно, и все блюда, которые были поданы. И вдруг хозяин задает несколько необычный вопрос. Обращаясь к своим гостям после их восторженных речей, он спрашивает. Вы оценили все. Но я бы хотел вас спросить о другом. Вы оценили яхту, вы оценили дом, вы оценили блюдо. Скажите мне, а как вы считаете, сколько я при этом стою? Наступило молчание, гости замолкли, стали немного шептаться, какая-то неловкая пауза. И тот взгляд хозяина дома был обращен на мужчину, который тоже был званный на этот ужин. Это был строитель. Тот прораб, чьи руки, чьи рабочие возвели это красивое здание. И обращаясь к нему, скажите, Семенович, вы же знаете, сколько сюда вложено, но вы-то можете сказать по сравнению со всем, а я-то чего стою? Строитель призадумался, а потом таким тихим, но уверенным голосом сказал. Да, из тех объектов, что я строил в моей жизни, это самый дорогой. Столько, сколько вложили сюда, нигде в другом месте мы еще не вкладывали. Но если, Петр Алексеевич, вы спрашиваете, сколько бы за вас я дал, то не больше 30 серебряников. В зале загудели, зашумели, зашептались. Хозяин покраснел и спрашивает его, Семенович, а что вы имеете в виду, когда так оценили? Да твои рабочие больше генерала получали. Да, да, Петр Алексеевич, вы хорошо платили, мои рабочие хорошо получали, но не могу дать за вас больше. Вы догадались? Вы догадались? Не могу дать больше, чем заплатили за Творца и Господа жизни. Если мы чего-то стоим в этом мире, если моя жизнь чего-то стоит, если мой труд чего-то стоит, то мы не стоим больше, чем стоит тот, кто нас спас. Я хотел бы вместе с вами сегодня поразмышлять о том, чего мы, как христиане, чего мы, как Церковь Адвентистов Седьмого Дня, стоим в современном мире, в современном обществе. Что мы могли бы сказать сегодня миру и сказать открыто, что вот это то, что составляет особую ценность. О, конечно, мы могли бы сегодня перечислить много и разных достижений, которые достигла Церковь. Мы могли бы сказать, что в области медицины адвентистские учреждения, адвентистские университеты шагнули далеко вперед. Впереди планеты всей. Да, мы могли бы похвастаться, что в Лома-Линда, в нашем медицинском центре совершаются операции на сердце у новорожденных младенцев, и мало кто в мире это умеет делать, но делают. Мы сегодня читаем статьи, напечатанные светскими авторами, зарубежными и местными, где пишут о церкви адвентистов седьмого дня, и мы можем похвастаться, адвентисты дольше других живут, потому что здоровый образ жизни – это один из принципов их жизни и учения. Мы могли бы перечислять, может быть, еще много разных достижений, но мой вопрос снова тот же, что когда-то задал и тот человек. Отчего, собственно говоря, мы стоим в глазах Бога? Чем мы ценны предмиром этим? В чем наша ответственность перед обществом? Что стоит христианство в современном мире? Конечно же, не хотелось бы подобно олигарху просто перечислять достижения, сделанные кем-то. Обращаясь к Священному Писанию, мы находим такое, я бы сказал, общее определение для всех людей, что Бог ценит в людях. Книга пророка Михея, 6 глава, стих 8. Я думаю, что ни одна религия в мире не будет возражать, что это хорошая основа. Более того, я бы даже сказал, что и светские гуманисты, которые, в общем-то, Бога и не принимают, не скажут ничего против этого. Ведь так действовать справедливо, милосердно относиться к тем, кто слабее, кто меньше, кто младше. Да разве этому нас не учили даже в советской школе? Да, конечно, это было, это есть. Давайте изучать тогда дальше. Общечеловеческие принципы, общечеловеческая ответственность друг перед другом, она есть, она заложена в Святом Писании, она должна быть принята нами и исполнена. Я хочу обратиться снова к истории Ветхого Завета. Моисей послан Богом, призван Богом у горящего куста, чтобы отправиться и освободить Израиль из рабства, спасти этот народ. Книга Исход, шестая глава, стих шестой и седьмой. И вот послушайте, что Господь говорит. «И так скажи сынам Израилю, я Господь и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас из рабства их, и спасу вас мышцою простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, избавивший вас из-под иго египетского». Читая эту историю, у нас могут возникнуть вопросы. А, собственно говоря, зачем выводить и зачем это длинная такая вот канитель такую разводить? По пустыне 40 лет, туда идти. Можно было бы проще решить. Власть сменили, поставили своего ставленника, ну, типа Иосифа, когда он был там. Да, его вопрос решен. Никаких угнетений. Они сами хозяева, они сами владыки. Но почему-то Бог посылает Моисея и говорит, пойди туда и оттуда выведи. Выведи в лучшую землю. А, может быть, у Бога есть любимчики? Может быть, он хотел в лучшие земли поселить свой народ? И для этого, говорит Моисею, давай выводи, спасай их из рабства. Нет, конечно. У Бога, любимчиков, нет. Бог любит всех и каждого. Бог творец всей вселенной и всякого народа, и всякого колена. Но когда мы думаем о том, почему же Бог повелевает, чтобы они были отдельным народом, жили в другой стране, то ответ мы найдем в Писании. И ответ мы найдем, вы знаете, в Псалме Давида. Но только не открывайте книгу Псалтырь. Потому что этот Псалом Давидов не в книге Псалтырь. Вы скажете, так не бывает. Все Псалмы. Бывает? Бывает. Первая Параллепименон, 16 глава, стих 23 и 24. Возможно, это и есть первый Псалом. По крайней мере, там указано о том, что это первый Псалом, который Давид дал Асафу для хорового пения. И вот послушайте, что там в этом Псалме написано. «Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения ее, возвещайте язычникам славу его и всем народам чудеса его». Для чего Бог Израиль вызвал из земли египетской? Зачем Он их привел в центр тогдашней цивилизации и поместил Израиль на перекрестке всех дорог? Цель очень ясна. Поручение, ответственность, которая возложена, более чем ясна. Не потому, что любимчики, не потому, что лакомый кусок хотел дать, а потому, что возлагает на них серьезнейшую ответственность. Не себе они Псалмы должны петь, не свой слух услаждать. Для язычников звучит, может быть, несколько абсурдно, потому, что вот так они посчитали, раз Бог дал, значит, я такой хороший. Раз мне дали, значит, мое, ни с кем не поделюсь. А Бог-то говорил, даю вам, даю вам, чтобы этим народам, которых вы считаете негодными, проклятыми, которые грабят ваши села, города грабят, нападают на ваше жилище, вот им, кто не знает Бога, кто идолам поклоняется, кто Бога Живого не считает Творцом неба и земли, им вы должны петь особые песни, особые Псалмы, им вы должны славу Божью открыть. Сменилась эпоха. Христос приглашает апостолов и поручает им, теперь уже новозаветной церкви, поручает им особое поручение. Послушайте, что в книге Иоанна Апостолов, давайте сначала Евангелие от Марка посмотрим, слова Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 16 глава, стих 15 и 16. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Куда должны были пойти апостолы, последователи Иисуса? «Идите по всему миру» и что делаете? Какое поручение? «Проповедуйте! Не молчите! Не скрывайтесь за толстыми монастырскими стенами! Не прячьте свою истину у себя дома! Не спрячьтесь от соседей ваших! Идите и провозглашайте! Проповедуйте по всему миру!» Чуть позднее, когда апостол Петр будет в доме у одного из таких, кого считали отверженными, недостойными язычниками, в доме офицера римской армии, в доме у того, кого считали оккупантом. Но послушайте, что говорит апостол. Послушайте, как он открывает этому человеку поручение, которое Бог дал. Деяния апостолов, 10 глава, стих 42. «И он, то есть Бог, повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Какое поручение? Здесь чуть-чуть добавляет он. «Проповедовать и еще свидетельствовать». Что такое свидетельствовать? Это рассказать о том, что с тобою было. Это рассказать о том, кто ты был и кем ты стал. Это предъявить доказательство, что христианство, вера в Бога, вера в Бога, она изменяет жизнь и делает ее совершенно другой. Если не каждый может проповедовать, то свидетельствовать. Свидетельствовать мы можем. Даже самый немощный, даже самый слабый, даже тот, который не умеет читать, но в чьей жизни, в ком произошли эти удивительные перемены Божьей благодати, у всякого спасенного есть что сказать. «Мы спасены, чтобы спасать». Хорошо, но это был первый век. А двадцать первый? В наш-то век какое поручение нам поручено, что нам делать, или мы не имеем какой-либо ответственности? Когда мы читаем Евангелие и слышим наставление Христа, то у Иисуса было очень много наставлений, притч, где он явно говорит о том, что каждый верующий во Христа имеет определенную ответственность. Помните, притча о талантах, притча о хозяине, который ушел из дома и поручил своим слугам, чтобы они не праздно время проводили, а чтобы они трудились, каждый на той ответственности, которая ему поручена. Или помните притчу о десяти девах? Ведь эти все наставления Христос говорит не случайно, Он как бы предваряет событие, которое должно произойти. Он говорит, накануне пришествия Иисуса Христа, накануне моего возвращения должна церковь каждый член церкви, всякий верующий, должен не только бодрствовать, но и должен что-то сделать. Как сегодня, я как христианин, мы как движение, мы как церковь последнего времени исполняем то, что Бог поручил. Это очень важный вопрос. Потому что в день пришествия Христа, в день, когда Он придет, там будет разделение. И вот эти притчи Иисуса, что десять дев, что вот эти труженики, которые трудились, виноградники или за динарии нанятые, в каждом этом наставлении есть голос Святого Духа для нас. Вы помните, что Христос, придя, разделит одних по правую, других по левую. Книга Евангелия от Матфея, 25 глава и стих 40. Иисус говорит, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из их братьев моих меньших, то сделали мне. Оказывается, они должны были что-то многое делать. Они должны были трудиться. Удивлены. Царь говорит, войдите в радость. Господь говорит, вы достойны вечности, вы достойны Царствия Божьего. Они говорят, а когда, Господи, а мы и не заметили. Вот настолько естественно было христианам жить жизнью, исполняя поручения Бога, что они, оказывается, и не думали, что это что-то сверхъестественное. Они и не считали, что это подвиг какой-то. Они и не думали, что это сверхответственность, и мы уже тут, как на параде стоим, исполняя команды командующего. Они просто служили обществу. Господь Иисус в течение трех с половиной лет личным примером и служением показал, что значит взять на себя ответственность и что значит служить обществу. Я думаю, все вы помните эти удивительные евангельские рассказы, где Иисус Христос насыщал толпы людей, где исцелял больных, прокаженных, восстанавливая их права в обществе. Я хочу обратить внимание на Евангелие от Марка 6 главу из стихи 34 и 35. Здесь говорится о том, что Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы без пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики, приступившие к Нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. И что дальше? Отпусти уже, хватит учить. Отпусти, пусть идут, найдут себе что-нибудь, где-то перекусят и, может быть, завтра придут. А Иисус не соглашается. Иисус обращается к ним, говорит, вы хотите их отправить после этого долгого учения, вы хотите, чтобы они просто так ушли? Он говорит, нет, вы дайте им есть поручение, ответственность. Они говорят, Господи, как? А у нас ничего ведь нет. А то, что мы нашли, это так мало. Пять хлебов и две рыбки. Что это для этого множества? Но тот, кто дает поручение, тот, кто говорит, идите, проповедуйте, тот, кто говорит, идите, накормите, он имеет силу, способность и возможность дать, чтобы мы могли исполнить его поручение. Эти пять хлебов и две рыбки в руках Иисуса превратились в такое множество, что пять тысяч, не считая женщин и детей, были накормлены. Возможно, там было более десяти тысяч, были накормлены, и еще многое осталось. А какова была реакция народа? Вот поели хорошо, насытились, какая реакция? О, они теперь говорят, настоящий человек, вот с этим мы пойдем вперед, с таким вождем, нам такой лидер нужен. Тут же, тут же, хотели его царем сделать. Кстати, и апостолы, они совсем не против были. Ученики Иисуса Христа, они посчитали, правда? Они народные массы как бы поддержали, и даже были участники, а Иисус? Интересна реакция Иисуса. А он начинает торопить учеников быстрее переправиться на другую сторону. Отплывите, немедленно, говорит, немедленно, торопит, быстрее, им непонятно. Им непонятно, почему? Когда народные массы поддерживают, разве не пришел он для этого в мир, чтобы этот мир к Богу вернуть назад? Разве не хотел он, чтобы люди слушали, принимали и его почтили, как царя царей? Да, он пришел вернуть планету нашу в собственность Божью. Он пришел для этого, но не таким путем. Иисус не вступает в общество борьбы с голодом. Он не вступает в политическую партию. Он не ищет, он не рвется к тому, чтобы власть здесь на земле установить. Он говорит просто переправьтесь на ту сторону. Здесь покормили, правильно сделали, вы верно все сделали, но не дальше, но дальше, пожалуйста, не занимайтесь тем, чем вы не должны заниматься. А чем должны заниматься? Они прибыли на другую сторону. Очень скоро они оказались там, и Иисус на тот берег тоже пришел. И вот здесь очень удивительно, что же было на том берегу, что же было на другой стороне озера. Евангелие Теяна 6, глава, стих 26 и 27 и стих 35 еще. И Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий. И чуть позже он говорит эту фразу. Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и ж верующий в меня не будет жаждать никогда. Все было правильно на том первом берегу. Накормить нужно было народ. Но у Христа есть нечто большее. у Иисуса есть нечто более ценное. И Он говорит, вы там поели, вам было хорошо, и поэтому опять пришли. Но хочу дать другое вам, хлеб жизни. Я есть им, говорит о себе Иисус. Я есть им хлеб жизни. Тот хлеб, который по-настоящему насыщает все равно, сколько бы мы ни трудились. Настоящее решение проблем всех, голода, нищеты, жажды, будет решено только по пришествии Христа. И поэтому Он предлагает, чтобы мы не только думали о хлебе насущном. Сегодня, мне кажется, церковь иногда находится в смущении. Особенно в то время, когда общественное проповедование, знаете, ну не очень принимают. Не так уж и много приходят, когда приглашаешь на евангельские программы. Не так, как лет 10-15 тому назад, согласитесь. И тогда у нас есть искушение думать, что давайте мы будем только кормить. Давайте мы займемся так называемым социальным евангелизмом. Мы будем оказывать помощь нищим, мы будем кормить голодных, мы пойдем в тюрьмы. Все это должно быть. И Иисус сказал делайте, кормите, дайте им есть правда, но потом на другой берег не забудьте приплыть. И как можно быстрее, потому что на другом берегу есть большая ценность. И самое важное, что нужно дать людям, это не только хлеб насущный, а хлеб жизни. После хлеба насущного, после чаши воды, человек все равно будет жаждать. А Иисус говорит, я дам воду, я дам воду живую, от которой жаждать не будут вовек, потому что эта вода откроет источники вечной жизни. что же сегодня является особой миссией? И что же сегодня должно быть тем хлебом, той вестью, той ответственностью, которую мы, как церковь, должны провозгласить? Открывая книгу Откровения, мы увидим, что перед самым описанием пришествия Христа во славе, в 14 главе Откровения, 6 стиха по 12 есть определенная весть для настоящего времени. Позвольте освежить ее в нашей памяти и еще раз прочитать. 14 глава стих 6 И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Помните в Ветхом Завете? Кому должны были благовествовать израильтяне? Всем народам, всем язычникам. Бог не меняет свой план по отношению живущих на земле. Он также продолжает любить и этих людей хочет собрать, собрать вечное царствие свое. Поэтому церкви дает поручение. Ангел, представляющий здесь как летящий посредине неба, это никто иной, как церковь христианская, адвентистская церковь последних дней. Давайте прочтем дальше. Услышим эту весть, которую здесь несут три ангела. Первое. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод. В то время, когда ориентиры потеряны, в то время, когда каждый живет и считает, что его совесть это лучший контролер, и если я считаю, что это правильно, значит так и правильно. Бог говорит нет. Бог говорит, что есть нравственность, есть мораль, есть Божий закон и есть Божий судья. Бог будет судить этот мир. Как бы ни пытались сегодня представить его, что он это сделает нескоро, Библия говорит, что он праведный судья. А далее мы читаем слова, которые удивительно похожи на слова, которые буквально как цитата из заповеди. Поклонитесь сотворившему небо и землю. Где это? фраза звучала уже там в древности, где звучало? В четвертой заповеди Божьего закона. Люди забыли Творца, люди стали богам земным поклоняться, человеку поклоняться, человека возносить на пьедестал, а Бог говорит, о нет, истинный Бог достойный поклонения. Это тот, кто сотворил небо и землю. И день субботний, как печать этого творения, сегодня должна быть провозглашена как весть для последнего времени. Хотите служить Богу? Хотите правильно служить Богу и в правильное время поклоняться? Посмотрите, как удивительно эти слова сочетаются со словами четвертой заповеди. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай вонный никакого дела. И почему? Да потому, что он сотворил небо и землю, море и источники. Вот. И другой ангел следовал за ним, читаемый в седьмом тексте, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому, что он яростным вином блуда своего напоил все народы. О какой системе или каком правлении говорит здесь автор откровения? Вавилон. Вы помните Вавилон, откуда появился? Вы помните суть Вавилона в чем? Самое первое, когда упоминание Вавилоне? Когда потоп был, да? Башню стали строить. Верили в Бога, знали Бога? Знать знали, а вот верили ли? Это большой вопрос. Бог сказал, потопа больше не будет. Бог сказал, больше земля водою не истребится. А они зная Бога, говорим, построим башню такую, как придет потоп, мы наверх и спасены. Бог предлагает, расселяйтесь, и они говорят, а мы сначала башню построим, город построим, а потом посмотрим. Знали Бога? Знали, но свои идеи. Смешение. Вавилон это смешение. Если взять Вавилон исторический, что там было? Царь Навуходоносор издает свои указы, жестокие указы порой, но должен признать Бога. И когда Даниил объяснил ему сон, какой указ издает? О, царская награда! Самая высшая награда в стране. Даниилу вот он тот, кто знает истинного Бога, а через короткое время золотой истукан. Как противовес. Знаю Бога, но у меня свои идеи. Слышал о нем, но буду жить так сам, как сам хочу. Смешение Вавилон. Друзья мои, сегодня мы живем в эпоху, когда Вавилон снова возрожден. Люди знают пути Господни, но абсолютно думают жить по-своему. Они, с одной стороны, в христианской стране живут, но позволяют делать то, что Библия называет нечестием и блудом. Я хочу быть очень откровенным с вами. сегодня в странах Европы практически уже нет той свободы. Это демократические страны, так они заявляют о себе. Попробуйте там сказать, что грех является жить в однополом браке. Попробуйте сказать какое-то слово в сторону гей-парада или гомосексуалистов. И не только там. Эти гей-парады стучатся уже на Красную площадь. Они стучатся на Крещатик. Они стучатся к нам. Я не знаю, как долго продержатся наши страны, как долго этот поток зла могут удержать. На Западе уже другие законы. Они позволяют вот это нечестие. Они позволяют и не только позволяют, узаканивают. Какая весть у нас? Мы должны молчать? Мы молчать должны? Нет. Бог весть дает. 18 глава книги Откровений что говорит? Весть, с которой мы должны обратиться. Выйди из нее, народ мой. Выйди, чтобы не поклоняться этой лживой системе, где все смешано, где государственное, религиозное, все в куче. И законы непонятно какие. Есть Божий закон. И если Божья заповедь говорит, что это есть блуд, не чистота, тогда так и нужно сказать, с любовью грешнику. Бог не поручил нам камни поднимать. Бог не поручил нас суды свои свершать на теме, кто другой ориентации, голубые или розовые там. Нет. Это не наше поручение. Но вызвать этих людей и дать им шанс сказать, что может и тебя Бог преобразить, может переродить твое естество и ты будешь спасен для вечности. И наконец весь третьего ангела, она очень конкретна. Она очень конкретна. Потому что третий ангел следовал за ним громким голосом, говоря, кто поклоняется зверю и образа его принимает начертание на чело свою или руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и преданцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Да, вот так нарисована картина. Божий суд будет определен. Но буквально следующий текст показывает нам, что не все будут в этом падении, не все поклонятся зверю, и не все будут в Вавилоне. И у Бога есть народ, о котором говорится здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисус. этот народ сегодня призван для особого служения. Этому народу вручена весть, которую он должен представить миру. Этому народу сегодня дано поручение рассказать о том, как они сами были спасены. Они должны открыть миру. где же они обрелись силы, что они не поклонились зверю, и они не оказались в Вавилоне, и они поклоняются Богу живому, и не стесняются об этом говорить. Где они могли обрести это вдохновение противостоять всем козням дьявольским? Да, нелегко. Да, это битва. Но послушайте прекраснейшее обетование, которое оставлено нам Господом. Послание к Евреям, 10 глава, 35-37 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Терпение нужно. «Но тот, кто поручил, тот, кто нас послал благовествовать, тот, кто весь нам вручил трехангельскую, неужели он оставит нас одних? Он не оставил тех в лодке, он пришел к ним ночью, он не оставил тех, кто пришли на другой берег искать, он дал им хлеб жизни, и сегодня мне и вам, говорит, провозглашайте, проповедуйте, благовествуйте и имейте терпение и знайте, что то, на что вы уповаете, это не пустая надежда, еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Это истина, которую Господь сегодня предлагает мне и вам принять как весть настоящего времени. «Аминь» Ти прости, мій любви Боже, Те, що грех в мені живе, Верю в Те, що допоможеш и ведешь в життя нови, но я не сможу жить даже дням. Без Тебе, добрий мій Господь, даруй мені нове життя. Прошу Тебе я, дозволь забути все старе, дивитись лише в майбутя, на Тебе Ти моє життя. Кожну стежку мою знаєш і думки мої сумні, всі гріхи мені прощаєш і давіш життя мені. Але я не зможу жити навіть жити навіть дням. Без Тебе, добрий мій Господь, даруй мені нове життя. Прошу Тебе я, дозволь забути все старе, дивитись лише в майбутя, на Тебе Ти моє життя. І тепер я на колінах, Боже, дякую Тобі, що простив мої провини, був розп'ятий на гресті. Але я не зможу жити навіть дням. Без Тебе, добрий мій Господь, даруй мені нове життя. Прошу Тебе я, дозволь забути все старе, дивитись лише в майбутя, на Тебе Ти моє життя. Ти моє життя. Ответственность, поручення, христианская жизнь і служення. не боїмся ли ми іногда, і не смущає ли нас величина відповідь. 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 служение. Я приглашаю вас к молитве. А те, кто юн и молод, те, кто будут завершать проповедь Евангелия, если вы сегодня вечером почувствовали, что Господь Духом Святым приглашает вас стать участниками особого служения, я приглашаю вас, чтобы совершить вместе с вами, с молодыми, талантливыми, способными, энергичными. Хотя, может быть, молодые люди сомневаются, что, пожалуйста, молитвенные просьбы, что могут ли они, не сомневайтесь. Тот, кто поручает, он дает силы. Тот, кто говорит, идите, провозглашайте, он даст способность. Вы хотите стать участниками этого? Если кто-то хочет помолиться о молодом человеке, я вас тоже вместе с молодыми людьми приглашаю выйти сюда вперед. Молодые люди, прямо на сцену можете подниматься, не смущайтесь, потому что сегодня приглашение к вам, к молодым, те, кто знают истину, вам принять ту весть, вам принять ответственность и понести ее. Я знаю, что у вас много дел, у вас много сомнений, и вам кажется, что нужно успеть сначала все другое сделать. Оставьте, оставьте. Отправляйтесь на другой берег. Забудьте про суету этого мира, забудьте про то, что вы считаете здесь важным. Есть более важное дело, дело служения. И Господь приглашает молодых, не стойте на месте, идите вперед. Ваш шаг сегодня вперед. Свидетельство, что вы приняли приглашение, приглашение Господа. И вы знаете, что нужно сегодня сделать. Я хочу молиться о вас. Отче Великий, прими молитвы эти и посвящение молодых людей. Пусть еще сердца многих загорятся любовью и желанием служить Тебе во имя Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова